Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Ясновидение и предсказание. Как к ним относиться? Как Православная Церковь относится к явлениям ясновидения и предсказательства? Ведь о такой способности мы читаем и в Библии. Точно читаем. Библия и сама есть книга пророческая, и предвозвещение будущего составляет признак пророка. Этим же даром были почтены и апостолы Христовы. Вполне обладал ведением будущего сам Господь наш Иисус Христос. Но вопрос, видимо, о современниках. Кого из них можно признать ясновидящим на будущие времена или о событиях прошлого? Тоже надо дать все-таки оценку объективную. Из фактов археологических и архивных данных сплести подлинную картину бывает не так уж просто, пользуясь только свидетельствами фактов или человеческого ума. А нужен какой-то дар прозрения. Например, пророческая книга «Посмертное вещание» преподобного Нила Миртачьева открывает многое из прошлого и многое из будущего. Это удивительные откровения, которые были записаны монахом Святой Горы Афон после явлений ему за несколько десятилетий до того почившего преподобного Нила, из мощей которого долго источалось благоуханное масло, поэтому именуется он Миртачьевым. И вот особым образом он прославлен своими посмертными вещаниями, которые сверхъестественным образом смог воспринимать один из простодушных монахов, а потом под его диктовку записывали другие братья, и он тотчас забывал то, что складно излагал по внушению этого преподобного. Это я вам привожу один из примеров пророчеств уже последующих времен, после евангельских. Кто в наше время является носителем этого дара? Есть ли такие люди? Рынок услуг ясновидящих в Москве имеет баснословный оборот финансовый. В этих услугах народ заинтересован, и если возьмете любую сомнительную рекламную прессу, может быть целый разворот предложений от всякого рода потомственных магов, которые готовы вам нагадать про будущее, рассказать про прошлое, насколько достойны доверия подобные предложения, я думаю, что ответ очевиден. Это либо обольщающие, либо сами глубоко обольщенные, находящиеся либо в прелести, либо в состоянии авантюрных махинаций с вашим сознанием и с вашими кошельками, которые как раз и всеми этими ведомыми и неведомыми способами чревовещания и привлечения самих духов тьмы в некоторых случаях к разбору ваших полетов или будущих путей становятся виновниками для вас, обращающихся к таким горе ясновидящим и пророкам. Причинами становятся они тяжкого повреждения души, отвержения от Бога, повинности, смертному греху. Так что совсем не шуточное дело на всякий случай обратиться к какому-нибудь гадателю, прорицателю, который берет на себя совершенно незаконно ведение о будущем, которого нет. Кто ему подскажет о том, что будет, если его еще нет? Не Бог ли Дух Святой, но в злохудожную душу Дух Святый не входит. И когда мы слышим о пророчествах пророков, то прежде мы узнаем о святости их жизни и о том, что они своей совершенной преданностью Богу и жизнью Ему посвященной оказываются достойными стать вместилищем Духа Святого, который и есть Дух Пророчества. Этим были почтены Духом как ветхозаветные пророки, так и новозаветные апостолы, причем в Великом Изобилии. Так что апостол Павел даже вынужден упорядочивать сообщения пророков из разных общин так, чтобы их пророчества были внятны для Церкви и разъяснять то, что открывает им Бог Церкви ради назидания, ради просвещения душ, ради привлечения других народов к вере Христовой. И непременным условием этого действия пророческого являлась святость жизни учеников Христовых. И никаким образом в язычниках этот Дух Пророчества или в христианах, находящихся под влиянием страстей не может он действовать. Интересный пример приводится в книге Деяния апостольских, где некие заклинатели стали использовать имя Иисуса Христа, которого Павел проповедует в своих заклинаниях. и тогда Дух, против которого они призывали имя Христово, напав на них через бесноватого, такую приобрел над ними силу, что они еле спаслись, израненные и разодранные. Кто же в наше время может быть наименован ясновидящим? Кто может быть учителем будущего, когда Господь никому не велит называться ни учителем, ни отцом, ни наставником? Помню, что один у нас Отец, Учитель на небесах. Конечно же, тот, кто творит волю Отца Небесного, тот и брат, и сестра, и матерь Господу. То есть, если речь идет о современнике, то там, где есть непрестанное богослужение в жизни человека, там, где есть человек, живущий ради богослужения, и ради Господа, там, где есть испытанность многолетним подвигом богоугождения и прилежание богослужению, там, есть и осторожное, и благоговейное место для указаний на будущее. Рассказывают о наших современных духовниках, которые и о будущем предупреждают, что им таинственным образом приоткрывается промысел Божий о человеке. Вот в чем состоит действие этого Духа пророчества. С одной стороны, как мы уже сказали, личная святость жизни, а с другой стороны, любовь к тому, кто приходит, нуждаясь в наставлении. И вот соединение этих двух, как правило, сопровождающих друг друга качеств души духовника и делают его слово значимым и осуществимым в будущем, когда они с любовью наставляют, в простоте и ясности своей собственной преданности Господу, и нам, обращающимся к ним, благословляют, рекомендуют, советуют исполнять волю Божью таким, а не иным способом. Это, собственно, их причастность к духовной жизни, к благодатному освящению делает и их слово окрыленным и сильным. Так что, если мы с доверием принимаем как благословение то, что они на будущее нам указывают, как правило, в порядке предложения, а не категорического требования, то и нередко, а, можно сказать, и в большинстве случаев, в зависимости от достоинства еще принимающего это благословение осуществляется. Потому не будем искать на сомнительных и суетных стогнах града и в каких-то юртах чревовещателей обнаружения для себя будущих путей Господних и для нас полезных, но, прилежа духовному окормлению у тех добрых пастырей, священников, которые и ныне трудятся на Ниве Христовой, окормляя церковь, служа пасте своей, мы, несомненно, не будем посрамлены упованием на то, что поистине осуществит Бог то, что принимаем мы в качестве их совета и благословения на будущее. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.